Единственное, человек Анистратенко почему-то отказался, но вероятнее всего оказался тем человеком, который не участвует в фальсификации документов. Отказался участвовать. А кто наделил полномочия представителя администрации города? Применяйте, применяйте. Вот оно всё, вот. Перед вами, они даже не стесняются этого. Вот она, воровская-то и мошенническая-то команда. А что, другие-то не видят, что ли, этого? Опаньки, а почему отказ от подписи этот документ от собственников не передавался в управляющую компанию? И говорит, ты обязан платить. Фу, флота впаривает вам. Воровать и грабить. Хорошая такая схемка. Они деньги с вас вытягивают, обманывают. Вы для них дольная корова. Деньги собрать с вас, а там, извините, хорошие деньги. И отчисываться не надо. По карманам-то не обеспечили возможность шариться. Самоуправное присвоение денежных средств. Я не вправе платить. Решила обложить данью. Чё ты пришёл сюда? За какими деньгами? Которые нужны только деньги. Он глумится над вами. Вы обязаны ему платить. За его, по***ю, работёнку. Тупой ещё тупее. Их набирают. Дурак-дурака. Видит издалека. У осла услуги отключаются. Он хоть бы башкой своей подумал. Он всем мозги затрахал. Они бизнес построили свой за ваш счёт. Это просто прелесть, а не документище. Это просто шедевр мыслей. Офигительный по содержанию протокол. И они знают, что протокол сфальсифицирован. А где же по оказанию услуг и работ? В протоколе-то этого нет. Ну и где? Ну и кто? Так вот. Про выбор способа управления ничего нет. Способ управления не выбран. А они выдают им лицензию. Кто принимал это решение? Смотрите. На какой год? Только на 2007 год. Какая организация? Нет, кавычек. И это всё из одного документа. Опаньки. Как это так? Вы думаете, так просто? Да нет, не так просто. А что есть? А ничего нету. Лихо они пристроились все там, да? Управляющая компания не была наделена правом. Ты какого лешего побежал отключать электричество? Они скрывают эту информацию от вас. А я вам скажу, кто? Они сами себя самоуправно наделили такими полномочиями. Хорошо организованное преступное сообщество. Лихо. Веселятся. Вот они оказываются как действуют. Прикрывают эту деятельность. Кто? Нет здесь этих сведений. Нет этих данных. Вот и всё. Применяем. Убедитесь в том, пусть доказывает та свинья, которая приволокла этот документ. Раньше за такие дела в рожу сразу били. Это не является подписью. Вытасывал свой пи***н и рисовал рисунки. Что такое подпись? Он знает, что этот документ сфальсифицирован. Кем подписан? Протокол. Заканчивая последним сантехником, уборщицей администрации какого города? Ничего нет. Где? Цирк и кони. Отписки везде. Ничего не видим, ничего не слышим. Посмотрите, всё просто. Скрывают от вас. Другим расскажите. А про коммунальные услуги где? О каком равенстве идёт речь? Любопытненько. Воле и изъявление каждого собственника. Только так. Есть такое выражение «эстопель». И вдруг голоса у них там послышались. У общей площади дома есть голоса какие-то. Его убирать оттуда надо. Вот и в отношении кого следует возбуждать уголовные дела. Они боятся по колхозному их гнать оттуда надо. УК ВЖР гнать. Всем привет. Напоминаю, послезавтра, 21 апреля 2021 года в 14.30 в профсоюзов 37, кабинет 420 состоится первое якобы судебное заседание по моему иску к управляющей компанией ООО УК ДСВЖР о незаконном отключении. Вы можете представить документы об оплате любому лицу за услугу электроснабжения. Здравствуйте. Можно? На секунду. Что вы хотели? Здравствуйте. Здравствуйте. Мне написали. Добрый день, уважаемые участники площадки. Время 11 часов 00 минут Москвы. 18 апреля 2021 года. Я, Богдан Афиктор Владимирович, приступаю к изложению очередного материала. Материал будет сегодня достаточно любопытный, достаточно интересный. Он связан с разрешением гражданского спора в суде в городе Сургуте. Те документы, которые мне предоставил один из участников нашей с вами конференции, мне, я их установил, что они достаточно любопытны и позволяют вам на фактическом материале посмотреть на то, каким образом действуют, как наши противники процессуальные, в данном случае управляющие компании, ресурсоснабжающие компании, поганые, я добавлю от себя, поганые управляющие компании, поганые ресурсоснабжающие организации. А также мы сегодня, я вам продемонстрирую документы, которые подтверждают и указывают на то, что подтверждают обстоятельства, свидетельствующие о том, что органы, должностные лица органов, в данном случае жилищной инспекции, суда, потворствуют совершению противоправных действий коммерческим организациям. Итак, давайте мы с вами сначала поставьте плюсик, хорошо ли вы меня слышите, и видите ли вы тот материал, который я сегодня буду представлять. Ну, видно, да, всё хорошо, всё здорово, и давайте мы с вами приступим к изложению материала. Итак, один из участников площадки обратился в суд города Сургута с требованием признать его действия управляющей организации, которая пришла и отключила электроэнергию в его помещениях незаконными. В обосновании своих требований он указал, что 2 и 3 февраля нынешнего года управляющая компания, значит, там команда из нескольких человек, пришла и отключила у него, отключила, несколько раз отключала у него электричество в его квартире. При этом в обосновании своих требований и действий управляющая организация указала на то, что, значит, заявитель, истец в данном случае, не исполняет свои обязательства надлежащим образом, а именно не вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги этой управляющей организации. Ну, истец утверждает, что перед этой организацией у него задолженности нет, поэтому здесь проявляется спор между двумя субъектами. С одной стороны, с собственником помещения в многоквартирном доме, с другой стороны, с управляющей организацией. Давайте мы сегодня посмотрим, что говорит истец и что говорит ответчик. Ответчиком в данном случае выступает управляющая организация. Давайте мы будем открывать документы, смотреть, читать их и, значит, разбираться. Итак, давайте мы посмотрим, что написано в возражениях этого прекрасного ответчика. Итак, что пишет ответчик. Общество с ограниченной ответственностью, управляющая компанией ДС Восточного жилого района, указывает в своих возражениях на то, что с исковыми требованиями ответчик категорически не согласен, считает, что требования, предъявленные истцом, не обоснованы по следующим основаниям. Ну, и дальше пишет. Многоквартирный дом номер 21 по улице Мелик Карамова в городе Сургуте находится в управлении ОООК ДЭС ВЖР, что подтверждается протоколом от 7 декабря 2006 года. Квартира номер 16 указанного дома является собственностью Булгакова Антона Николаевича, что также не отрицается истцом. Ну, и давайте мы сразу начнём, чтобы не читать эти все 10 тысяч раз его доводы, будем проверять, на чём же основывается возражение нашего прекрасного ответчика. Ну, давайте начнём с того, что указывает на сведения о многоквартирном доме по улице Мелик Карамова. Ну, извините, наш прекрасный Антон Николаевич проживает в доме номер 21 по проспекту Комсомольскому. Он никакого отношения к дому по улице Мелик Карамова не имеет. Из чего следует, что либо ответчик ошибочно указал сведения об этом доме, что достаточно хорошо указывает на то, каким образом действует ответчик, что он может ошибаться. Ну, давайте тогда будем разбираться вообще со всем этим хозяйством. Многоквартирный дом, предположим, по проспекту Комсомольскому в городе Сургюте, находится в управлении УК ДЭС ВЖР. Ну, давайте, что подтверждается протоколом от 7 декабря 2006 года. Зададим себе вопрос, а какая связь между действиями по управлению многоквартирным домом и протоколом? Ведь протокол общего собрания, он является доказательством. Но доказательством чего? А вот давайте мы с вами посмотрим, что подтверждает этот прекрасный протокол. Сейчас я вам его открою, и мы вместе с вами посмотрим на этот офигительный по содержанию протокол. Итак, вот перед вами протокол. Протокол подведения итогов от 7 декабря 2006 года. Насколько я понимаю, там тоже указывают. Да, 7 декабря 2006 года. Правильно, правильно. От 7 декабря 2006 года. Протокол подведения итогов по решениям, принятым общим собранием собственников жилых-нежилых помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования по проспекту Комсомольский, дом 21. Отлично. То есть в данном случае действительно мы можем признать, что сведения о том, что Мелик Карамо, дом Мелик Карамо... Кстати, давайте-ка я открою в другом, я буду подчеркивать. Выделять будем сейчас красненьким краном, чтобы у нас с вами и толщина была. Итак, первое. Разбираемся, действительно ли этот адрес или это другой адрес. Что мы видим? Истец у нас говорит про адрес по проспекту Комсомольскому. А ответчик говорит про дом по улице Мелик Карамо. Вероятнее всего, это ошибка, потому что он ссылается на протокол. Но, правда, смотрите, когда он ссылается на протокол, он не указывает, что это за протокол. Он не указывает его полные реквизиты. Что позволяет, обращаю ваше внимание, уважаемые участники площадки, сокрытие и искажение информации. Это первый сигнал, что перед вами недобросовестное лицо. Первый сигнал, что в действиях этого недобросовестного лица могут просматриваться признаки мошенничества, обмана, введения в заблуждение. Ну, давайте посмотрим. Вот улица Мелик Карамо. Ну, предположим, это не улица Мелик Карамо, а действительно это по проспект Комсомольский. Хорошо. Давайте смотрим на протокол. Протокол сейчас откроем точно так же. Я сейчас его точно так же открою в другом программе Paint и будем с вами наблюдать. Вот он протокол. Здесь действительно речь идет о доме по проспекту Комсомольскому, 21. Дата совпадает. Дата совпадает. Хорошо. Давайте будем разбираться. Что же в этом протоколе есть и подтверждает ли этот протокол осуществление действий по управлению многоквартирным домом? Ну, давайте не вникая, а вообще-то будем вникать в содержание этого протокола. Первое, на что мы с вами должны обратить внимание, на то, кто принимал это решение, собственники помещений в многоквартирном доме или не собственники помещений. Мы с вами должны четко представлять, что требования к протоколу общего собрания такие же предъявляются Гражданским кодексом Российской Федерации, как к доверенности. Из чего следует, что в протоколе должны быть указаны сведения о представляемых собственниках помещений в многоквартирном доме. В данном случае мы с вами видим, что сведений о собственниках, которые приняли участие в общем собрании, которые голосовали по вопросам повестки дня, в этом документе отсутствуют. А раз эти сведения отсутствуют, то, извините, а почему мы должны воспринимать этот документ, как документ, который подтверждает принятие собственниками помещений в указанном многоквартирном доме их решений? Мы ставим под сомнение сам факт участия собственников в указанном многоквартирном доме, в их общем собрании, а также ставим под сомнение факт принятия этими собственниками своих решений. Документ не подтверждает указанные факты. Напротив, этот документ подтверждает факт того, что какими-то неустановленными лицами был сфальсифицирован документ с какой целью? С целью самоуправного наделения управляющей организацией полномочиями предъявлять требования о внесении платы на счета этой организации. Вот что доказывает представленный вам документ. Ну, давайте мы будем дальше разбираться с этим документом. Смотрите, прекрасно, повестка собрания в форме заочного голосования. Пункт 1. Принятие решения о выборе управляющей организации и самое главное, на какой год? Подскажите мне, пожалуйста. У меня только у одного я вижу, что здесь 2007 год. Или все точно так же, как и я, видят, что предложено выбрать управляющую организацию только на 2007 год? Мы с вами знаем, что год начинается с 1 января, да? И заканчивается 31 декабря. Таким образом, если мы даже предположим, что решение принято собственниками, то собственники приняли решение о наделении. Давайте будем смотреть дальше. Какое приняли решение собственники? А собственники, смотрите, вот оно. Собственники решили. Это представляет нам сведения кто? Сам юрисконсульт УКДС ВЖР Матюшенко ГА, не знаю имя отчества, что собственники направо выбрали управляющую организацию, направо осуществлять, опять же смотрите, осуществлять функции по управлению многоквартирным домом только на 2007 год. Вот он, 2007 год. Мы в праве говорить только о 2007 году. Извините, собственник – это, значит, управляющую организацию. Если мы даже предполагаем, что собственники наделили управляющую организацию правом осуществлять функции по управлению многоквартирным домом, то тоже вопрос только на 2007 год. С 1 января 2008 года указанная организация неуполномочена, не имеет права осуществлять управление, осуществлять функции по управлению многоквартирным домом. И этот документ как раз указывает на то, что всё, УКВЖР, вы не вправе осуществлять функции по управлению многоквартирным домом, начиная с 1 января 2008 года. Вы обязаны были отчитаться за год о том, каким образом вы осуществляли функции по управлению домом. Где? Но вы обратите внимание, что говорит наш прекрасный ответчик. Оказывается, многоквартирный дом находится в настоящее время в управлении УКВЖР. Любопытно, на улице 2020, на дворе у нас 2021 год, 12 апреля 2021 года, а он ссылается в обосновании своих возражений на протокол, которым его наделили правом в 2007 году. В этом году с головушкой-то всё в порядке? Вот перед вами, уважаемые участники площадочки, действия мошенников. Они наглы, они беспринципны. А дальше я вам предоставлю документы, которые подтверждают, что жилищная инспекция города Сургута находится в теме. И она покрывает мошенников из этой УКДС ВЖР. Смотрите, следующее обстоятельство, на которое очень внимательно надо смотреть при сопоставлении. Давайте мы посмотрим сначала, какую организацию наделили собственники на их общем собрании. Смотрите, речь идёт, внимание, вот за это, смотрите, за, сейчас я выделяю, какая организация? УК, ООО, УКДС, ВЖР. Обратите внимание, нет кавычек у этой организации. Нет кавычек. А, извините, мы прекрасно с вами знаем, что юридический язык, он достаточно точный. Он очень точный. Он как в математике. Вот представьте себе, вот цифра, вот я вам предоставлю, вот проценты покажу, да? Давайте мы перенесём запятую между цифрами, вот после двойки запятую. Перенесём, предположим, влево на один знак. И значение изменится. И здесь точно так же отсутствуют кавычки. Да какую организацию выбрали согласно вот этому протоколу? А? Смотрите. А здесь он указывает, Телесконсуль, на ООО, УКДС, ВЖР, с кавычками. И в своих возражениях он указывает, на какую организацию? УКДС, с кавычками. А вы думаете, это всё просто? Да нет. Нет. Он проверяет, насколько внимательно исследуют документы, в данном случае, собственник помещений. Он показывает, что, извините, ребятки, с нами надо быть, держать ушки у острова и очень внимательно наблюдать за нашими телодвижениями. Здесь тоже, смотрите, кавычки. А хотите, я вам сейчас представлю документики, которые оформила жилищная инспекция по результатам обращения нашего прекрасного представителя, который участвует в этом, Антона Николаевича? Давайте я вам открою, и вы посмотрите, как очень хитро действует наша прекрасная жилищная инспекция. Давайте, вот я открываю актик для вашего внимания. Вот он. Итак, служба жилищного строительного надзора Хантамоисийского округа Югры. Вот она здесь действует. На основании приказа проведена внеплановая документарная проверка с целью установления фактов, изложенных в обращениях гражданина, указывающая в том числе на незаконное ограничение подачи электроэнергии. Итак, вот акт документарной проверки. Вроде бы всё ровненько так. По вопросам в том числе незаконное ограничение, да, смотрите, незаконное ограничение подачи электроэнергии в жилое помещение без надлежащего уведомления потребителя. Ну, мы с вами должны прекрасно понимать, что действия, действия жилищной инспекции не направлены на то, чтобы обеспечить защиту законных прав и интересов, обратившихся в эту организацию, в данном случае потребителя. Кто у нас рассматривает, обращаю ваше внимание, давайте все внимательно запоминайте лицо, которое проводило проверку. Макаренко Татьяна Николаевна, государственный жилищный инспектор Сургутского отдела инспектированной службы жилищного и строительного надзора ХМАУ-ЮГРЫ. Вот, оказывается, кто принимает деятельное соучастие в бардаке в жилищном хозяйстве города Сургута Макаренко Татьяна Николаевна. Она обязана наводить порядок, а сейчас мы с вами увидим, каким образом она действует, каким образом, как она понимает наведение порядка. Давайте я открою второй документик, это очень полезный материал. Вот, смотрите. Итак, обращаю ваше внимание, с самого начала, в ходе проверки установлено. Это пишет наша уважаемая инспектор. В ходе проверки установлено. Первое. Смотрите, что установлено. Итак, ООО УК ДЭС ВЖР осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами ДАЛИ МКД на основании лицензии номер 27, приказ от 3-го номер 3-л от, обратите внимание, от какого числа? От 17 апреля 2015 года. Опаньки. Как это от 17 апреля 2015 года? Как это так? У нас, управляющую организацию, наделили полномочиями, право предоставили, один год, 2007-й. То есть, они используют тот протокол от 2006 года? Давайте будем разбираться. Следующий вопрос. А вот здесь опять идет речь об организации, которые кавычки стоят. ООО УК ДЭС ВЖР и кавычки с обоих сторон стоят. С левой стороны от УК и с правой стороны от ВЖР. Вы думаете, так просто? Да нет, не так просто. Смотрите-ка ниже, что пишет наша прекрасная инспектор. Вот на это место, обратите внимание. Опаньки. А здесь почему? Без кавычечек. М? Ошибочка? Да нет. Не ошибочка. ООО УК ДЭС находится в управлении. ООО УК ДЭС ВЖР без кавычечек. Давайте будем смотреть. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату, является в том числе соблюдение требований части 2, 3, статьи 161 ЖК РФ. А часть 2 и 3 указывают на что? На выбор способа управления многоквартирным домом. Давайте глянем, убедимся в том, что я не придумаю ничего. Давайте. Она ведь не указывает, чего там, какие нормы. Как они научились вас, ребятки, уважаемые, обманывать? Вот эта вся п***ь, которая скопилась в органах государственной власти, научилась вас обманывать. Они глумятся над вами вместо наведения порядка. А вы потом спрашиваете, почему у нас такой срач? Так вот. Если срач в органах власти, то срач везде. Давайте, смотрите, что там у нас. 161. Вот, часть 2. Что должно быть? Собственники помещений обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом. Отлично. Так выбрали собственники способ управления многоквартирным домом или не выбрали? Давайте глянем на протокол, на который они ссылаются. Мы же с вами проверяем их. Ну и где? Ну и кто? Вот повестка дня. А выбор управляющей организации? Про выбор способа управления ничего нет. А если ты проверяешь, указываешь в своем документе, ссылочку даешь на 161 статью, так ты проверяй тогда ее. А? Уважаемая инспекторша. Лицензионные требования являются соблюдение требования части 2 и 3. А часть 2 выбора способа управления нет. А лицензию, извините, уважаемые участники площадки, они выдали. Опаньки. То есть перед нами, видите, они же на основании лицензии. Лицензия номер 27. Способ управления не выбран. Управляющая организация полномочия завершились в 2007 году, 31 декабря. А они выдают им лицензию. Ну как же им не выдать-то лицензию? А я вам скажу, ребятки, почему они выдают лицензию. А они торгуют этими лицензиями. Они вам цену-то не говорят. А на основании чего управляющая компания берет деньги-то? Так с вас же, собственников-то, и берет деньги. Она у вас их ворует. Хорошая такая схемка. Управляющая компания присваивает денежные средства, обналичивает эти денежные средства и заносит их. А как это делается? Да очень просто. Сама официальная цена стоимости лицензирования копеечки стоит. Но там есть специальные ребятки, которым должны заплатить. Коммерсантишки-то от управляющих компаний. И вот через них денежки заносятся в лицензирующий орган. Вот как у них все построено. А вы думаете, почему у нас такой срач и непотребство в жилищном хозяйстве? А вот они деньги с вас вытягивают. Лицензиями вот торгуют. Смотрите, лицензирование взяли, но почему-то не рассказывают, что в результате лицензирования. Да какие позитивные изменения произошли в жилищном хозяйстве? Да никаких изменений фактически не произошло. Они скрывают эту информацию от вас. Смотрите, с 15-го года 6 лет прошло. У нас сегодня 18 апреля. Смотрите, в 16-м году один. 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й. Вот он год-то у нас. 6 лет прошло. Где результаты лицензирования-то деятельности управляющих компаний? Кто отчитается о результатах лицензирования? А их нету нифига. Лицензирование только сделано для того, чтобы начальничкам вот этим из жилищной инспекции деньги заносили. А откуда управляющие компании, коммерсантишки деньги-то берут? Да кс вас же, уважаемые граждане, они деньги-то и берут. Вы думаете, что это со своего кармана, что ли, директор управляющей компанией деньги-то берет? Да нет. Смотрите, какая схемка-то вырисовывается. Вас просто-напросто обманывают. Кто обманывает? Да вот, вот эти коммерсантишки обманывают с одной стороны. Коммерсантишки, которые скопились в жилищных инспекциях, в прокурорских инспекциях и в прочих инспекциях, все там они сидят. Вы для них дойная корова. Смотрите, если она указала, что требование является соблюдением требований части 2 и 3 ст. 161, а где результаты ее деятельности? Проверила она соблюдение требований части 2 и 3? Нет. Исполнение обязанностей по договору управления, предусмотренных частью 2 ст. 162 ЖК РФ, прекрасно. Давайте еще раз обратимся к протоколу. Мы же с вами проверяем, да? Вот возражения. Давайте протокол-то глянем. Скажите, пожалуйста, уважаемые участники площадки, А здесь есть, ведется в этом протоколе речь об условиях договора управления. Ведь собственники определяют условия-то договора управления. Их же нет. Законом-то условия договора управления-то не предусмотрены. Они просто указываются в части 3 ст. 162. Давайте мы посмотрим жилищный кодекс ст. 162. Видите, как все разворачивается очень интересно? Договор управления. Давайте, давайте, давайте посмотрим. И мы с вами схватим за руку. С одной стороны, мы уже схватили с вами за покостливые и шаловливые ручонки должностных лиц управляющей компании коммерсантишек. А сейчас мы с вами разбираемся с другим вопросом. Смотрите, при выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с каждым собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного общего собрания. Мы с вами посмотрели, так нету в протоколе-то условий договора управления. Нету их. А что есть? А ничего, нету. Мы с вами определили право осуществлять функции по управлению. Вот он протокол. Только на 2007 год. Дальше должно быть другое решение какое-то. Выбрали УКДС ВЖР без кавычек, а здесь удостоверяют УКДС ВЖР с кавычками. Смотрите, как лихо они пристроились все там, да? Условий договора нет. А какие функции-то? Давайте посмотрим. Только по управлению многоквартирным домом, да? Только по управлению. А где же по оказанию услуг и работ? По содержанию живых помещений, да, в многоквартирном доме? А где сведения по предоставлению коммунальных услуг? В протоколе-то этого нет. Значит, право предоставлять коммунальные услуги управляющей компании не были наделены. Управляющая компания не была наделена правом предоставлять-то коммунальные услуги. Извините, а если вас не наделили? Даже вот так мы предположим. А ты какого лешего побежал отключать электричество и энергии? Какое отношение УКДС с кавычками, с вот этими, имеет к тому протоколу? Какое отношение УКДС вот с этими кавычками имеет к дому по проспекту Комсомольскому в городе Сургуте? Какое право УКДС с кавычками имеет предъявлять требования внесения платы? Кто ее право наделил отключать электрическую энергию у собственников в указанном многоквартирном доме? А я вам скажу, кто? Они сами себя самоуправно наделили такими полномочиями. За счет чего? А зачем им исполнять требования закона, когда можно деньги собрать с вас, с Антона Николаевича, с других собственников в указанном многоквартирном доме, а там, извините, хорошие деньги, и отчисываться не надо. А потом занести в жилищную инспекцию, в прокуратуру занести, в полицию занести. Да? А баналитика-то идет легко. А перед нами хорошо организованное преступное сообщество, в которое входят коммерсанты от УКДС в ИЖР и должностные лица этих так называемых органов власти муниципальной и государственной. Вот оно все. Вот. Перед вами они даже не стесняются этого. Они не стесняются. Вот он, акт ЖСН. Соблюдение требований. А результатов нет. Ну, дальше-то мы давайте знакомиться с этим документищем. Это просто прелесть, а не документище. Согласно информации на ГИС ЖКХ. А где адрес ГИС ЖКХ? Где размещена эта информация? А, уважаемые участники? Вот Антону Николаевичу предложено побегать, поискать. Где этот сайт ГИС ЖКХ? Совпадает ли сведение? А здесь-то их нет, эти сведения о сайте ГИС ЖКХ. Ну, нету их. Спрятана эта информация. От кого? От Антона Николаевича. Так что, уважаемые участники площадочки-то, вот она. Воровская-то и мошенническая-то команда. Вот оно. Из документов следует. Вы мне спрашиваете, вот Антон мне задал вопрос. Виктор Владимирович, а что? Другие-то не видят, что ли, этого? Ну, я вам задам, участники площадки. Я сейчас специально провожу занятия для того, чтобы вы видели это всё. Своими собственными глазами видели и проверяли. Перед вами организованное преступное сообщество. Сведения. Признаки организованного преступного сообщества. Сокрытие и искажение информации. Смотрим. Согласно информации, размещенной на официальном сайте ГИС ЖКХ. А где адрес этого сайта? Нету его. А где информация о том, кто разместил информацию о том, что дом находится в управлении на этом сайте? Тоже не указано. А где информация о том, кто несёт ответственность, да достоверность сведений, отражённых на данном сайте? Здесь тоже нет. Ну, хорошо. Давайте смотрим. А дальше на основании, опять же, смотрите, как они лихо веселятся. На основании решения собственников помещений. Да? Вот оно. Отлично. Собственников помещений какого дома? Здесь не написано, что собственников помещений в указанном многоквартирном доме. Принято он на их общем собрании. Понятно? Принято он на общем собрании. Отлично. Каким документом подтверждается принятие собственниками решения? Опять ничего нету. Так вот, вот они оказывается, как действуют-то наши прекрасные представители жилищной инспекции. Они знают о том, что решения-то нет, и собственников в том протоколе нет. Нет там собственников. И они знают, что протокол сфальсифицирован. И они знают, что полномочий у этой управляющей компании нет. И они знают, что должностные лица должны находиться на крючке. На крючке в любой случай придет он и скажет, а эти-то друзья, ведь они в тихушку все действуют. Они приходят в кабинетик. Ну ладно, нам вот тебе в портфельчике денежки. Чьи денежки? Да ваши, уважаемые собственники, денежки-то ваши! Вы потом бегаете и как мухи об стекло стучитесь. Да не достучитесь вы до них. Они бизнес построили свой, в котором вы выглядите дойными коровами. А они строят себе коттеджи. Они себе строят прекрасную жизнь за ваш счет. Вот эти документы указывают на ненадлежащее исполнение обязанностей. Давайте мы повторим фамилию этого прекрасного лица. Макаренко Татьяна Николаевна. Государственный жилищный инспектор Сургутского отдела инспектирования службы жилищного и строительного надзора. Хмал Югры. И не важно, что она подчиненной. Прикрывает эту деятельность кто? Давайте посмотрим, кто. Вот он. Ахмадуллин Р.Р. Зам.руководителя службы жилищного и строительного надзора. Ахмара. Начальник Сургутского отдела инспектирования службы. Вот у нас кто работает, уважаемые участники площадки. Халатно. Вот кто обеспечивает деятельность противоправную, самоуправную деятельность УК ВЖР на территории города Сургута. И вы думаете после этого, что будет наведен порядок? Вы рассчитываете, что господин Ахмадуллин сможет обеспечить надлежащие условия жизни и комфорта жителям в городе Сургуте? Нет. Зря вы так думаете. Ничего он не будет обеспечивать. Его задача оформлять вот такие документы для того, чтобы вы читали и ничего в них не понимали. И я вам демонстрирую. Понимаете. Вот она. Для чего нам нужно с вами научиться. Вот сейчас что я вам показываю, уважаемые участники площадки. А я вам показываю, для чего нужно научиться пользоваться Гражданским процессуальным кодексом. В частности, статьей 67. Сейчас я вам ее открою. Потому что многие граждане приходят в суд и не понимают. Да не только в суд. Гражданский процессуальный кодекс вы обязаны применять в повседневной деятельности. А именно, часть вторая. Никакие доказательства для вас. Тут написано для суда. Не забывайте, уважаемые участники площадки, что вы вправе осуществлять судебную деятельность. Это точно так же гарантировано вам Конституцией Российской Федерации. Поэтому подставляйте вместо суда любое лицо. Никакие доказательства не имеют. Для гражданина Российской Федерации заранее установленной силы. Далее. Гражданин Российской Федерации оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности. А так же достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Вам нормы, закона указывают, что необходимо делать при осуществлении своих гражданских прав. Оценивать относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности. А так же достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. И самое главное, вот она та часть, которой вы обязаны руководствоваться в своей деятельности. А именно, при оценке любых документов и иных письменных доказательств. Гражданин Российской Федерации можно, если вы не являетесь гражданами Российской Федерации, гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Если вы не хотите называть себя гражданином СССР, назовите себя просто человеком. Назовите себя живым, как хотите себя называйте. Но действия должны соответствовать нормам процессуального права. Они опубликованы, и вы вправе и обязаны ими руководствоваться. Я задаю вопрос, вернее, мне задают вопрос, Виктор Владимирович, ну почему из нас никто не пользуется нормами процессуального права? А я вам поясню. Потому что слушать дурь в инете, приятную дурь, очень хорошо, очень комфортно. А реализовать свои права, а ведь нормы процессуального права показывают на действия, на ваши, уважаемые участники площадки действия, которые вам законодатель предоставил право применять. Действовать вам показывают, какие действия следует совершать, реализуя свои права, гражданские права, права живого человека, просто человека. Да хоть как вы себя назовите, а вы их не читаете. Вы ими не руководствуетесь. И все-таки давайте вернемся. Смотрите, вот она, статья 67. Что мы с вами взяли? Мы взяли первый документ по хронометражу. Это протокол общего собрания от 2006 года. Что мы с вами делаем, руководствуясь частью пятой статьи 67? Мы с вами исполняем обязанность с учетом других доказательств, то есть других документов, убедиться в том, что этот протокол исходит от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств. А кто у нас уполномочен представлять протокол общего собрания собственников? Ну, неужели управляющая организация? Неужели администрация города? Нет, нет и нет. Протокол общего собрания вправе уполномочен представлять орган управления многоквартирным домом. Часть первая статьи 44 ЖК. Смотрим, читаем, применяем в своей деятельности. Открываю вам эту прекрасную статью. Общее собрание собственников в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом. То есть органом управления многоквартирным домом, переставляем слова, является общее собрание собственников. Но не каждое собрание собственников является органом управления многоквартирным домом. Давайте посмотрим, какое собрание является. Мы же должны полномочия проверить. Так вот, часть третья статьи 45. Общее собрание собственников в помещении многоквартирном доме правомочно имеет кворум. Если в нем приняли участие собственники помещения в данном доме или их представители, обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов. Вы зададите мне вопрос, Виктор Владимирович, а с чего вы взяли, что там собственники-то не участвовали в этом общем собрании? А я вам скажу, уважаемые участники площадки, мы должны с вами представлять полностью взаимосвязь между нормами закона. Жилищный кодекс связан со статьей 19 Гражданского кодекса. Давайте мы откроем еще раз. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию, собственное имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. Из чего следует, что право участия в общем собрании, право голосовать и принимать решения по повестке дня гражданин осуществляет под своим именем. Включающим фамилию, собственное имя и отчество при наличии. Потому что есть национальные обычаи, которые, у нас же многонациональная страна, национальные обычаи не предусматривают наличие отчества. Может быть такая ситуация. В любом случае фамилия, имя должно быть. Вот перед вами прекрасный протокол общего собрания, где нету сведений о фамилии, имени и отчестве каждого собственника, вернее, не собственника, потому что может быть и собственник, и представитель каждого лица, который принимал участие в общем собрании. Нет здесь этих сведений. Вы не можете установить фамилию, имя, отчество. Вы не можете установить. А раз вы не можете установить, вы вправе утверждать, что собственники помещений в указанном многоквартирном доме участие в их общем собрании, результаты которого оформлены этим протоколом, не принимали, так же как не принимали решения. Это всего лишь мы с вами посмотрели норму закона. Ещё раз повторяю, уважаемые участники площадки, смотрите внимательно за действиями. Первое. Смотрим нормы процессуального права. Норма процессуального права нам предписывают, нам указывают. Ребятки, дорогие, убедитесь в том, что документ исходит от органа уполномоченного представлять данный вид доказательств. Хорошо. У нас вопрос, а что является органом? Переходим к статье 44 и 45. Да, мы с вами определили, что статья 44, общее собрание является органом управления. Причём не каждое общее собрание, а общее собрание, на котором был кворум. То есть приняли участие более 50% собственников. Далее мы смотрим, а как узнать-то, что собственники-то принимали участие? А мы можем узнать только, когда в протоколе указаны фамилия, имя, отчество этого собственника или его представителя. Нет этих данных. Вот и всё. Раз нет этих данных в протоколе, значит, мы вправе заявить о том, что собственники участия в общее собрание не принимали. И не надо больше ничего тут говорить. Не надо бегать доказывать. Пусть доказывает та свинья, которая приволокла этот документ. Ведь они... Почему я называю это свинья? А как я должен к ним относиться? Как вы должны относиться к тем людям, которые пытаются вас обмануть? Вы знаете, раньше за такие дела в рожу сразу били. Ну, в нормальной стране. Когда видят вот эту бумажку-приволок, ведь он пришёл с этой бумажкой, сфальсифицировал её. Он трясёт ею, вас перед носом. И говорит, ты обязан платить. Обратите внимание на то, как заверяет вот это по*** документы. Сейчас я вам открою. Смотрите. Вот это что? Скажите мне, пожалуйста, вот это чья фамилия? Можете вы определить вот эту фамилию? По вот этому рисунку. Он, видимо, в детстве выбегал на лук, вытасывал свой пи***н и рисовал рисуночки. Вот он запомнил это. Вот этот. Юра Стишко. Матюшенко. Так вот, это не является подписью. По этой подчеркушке невозможно определить почерк человека. Именно для того, чтобы скрыть свой почерк, и не было возможности связать подпись с конкретным лицом, с тем лицом, который составил, нарисовал эту подпись, вот такие закорючки они и ставят. Поэтому мы с вами должны чётко понимать, что такое подпись. Подпись это либо полное внесение в документ своей фамилии, имени и отчества при наличии этого отчества, либо указание, собственноручно, написание своей фамилии. Почерк очень трудно подделать. Матюшенко обязан был написать Матюшенко. А ведь он эту закорючку поставил. Он знает, что этот документ сфальсифицирован. Он это сделал для того, чтобы не нести ответственность за подачу в суд подложного сфальсифицированного документа. Итак, мы с вами, уважаемые участники площадки, всего лишь посмотрели, опять же возвращаемся к статье 67, я вам показываю. Всего лишь первое действие мы с вами проверили. Мы проверили это действие. Далее, смотрите, что требует, указывает нам закон. Подписанный лицом, имеющим право скреплять документ подписью. Давайте зададимся себе вопроса. Кем подписан протокол собрания? Кем? Давайте мы посмотрим. Кого наделили правом подписать документ? Скрепить документ? Давайте вернемся опять к нашему протоколу. Читаем. Вот, смотрите, что написано. Читаем внимательно. Это тоже документ. Какое принято решение? Утвердить состав счетной комиссии по подведению итогов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования в составе администрации города в лица департамента жилищно-коммунального хозяйства. Прекрасно. А департамент-то весь должен подписаться под документом в полном составе? Или какое-то отдельное лицо, которое вправе действовать от департамента без доверенности? Кого наделили полномочиями? Кто может сказать? Хорошо, дальше двигаемся. Территориальные советы самоуправления ТОС. Отлично. Кого? Советы ТОС. Кто туда входит? Кто входит в территориальные советы самоуправления в ТОС? Все должны подписать? Все, кто туда вошел в территориальный совет, все должны были подписать этот документ? Или отдельные лица? Какие лица? Кто наделяет этих лиц полномочиями подписать документ? Это мы сейчас с вами проверяем, кем документ подписан. Ассоциация предприятий ЖКХ. Ну, давайте ещё. Ассоциация предприятий ЖКХ. Отлично. Вот она. Ассоциация предприятий ЖКХ. Вся ассоциация предприятий, все предприятия должны ЖКХ в полном объёме, заканчивая последним сантехником, уборщицей, кто должен подписать эти документы? А я вам ещё задам вопрос. А скажите, пожалуйста, администрация какого города? Вот тут же написано администрация. Какого города? А где государственный регистрационный номер, основной государственный регистрационный номер организации, которую наделили полномочиями подвести итоги, оформить протоколы? Где основной государственный регистрационный номер, департаменты жилищно-коммунального хозяйства? Тоже юридическое лицо. Должны быть указаны идентифицирующие признаки. А где ассоциация предприятий ЖКХ? Где основной государственный регистрационный номер? А территориальные советы самоуправления? Куда вы побежите? Вот я говорю, вот Антон Николаевич прочитал этот документ. Любой из вас прочитал документ. Куда он должен обратиться с этим документом? В какой администрации? В какой департамент? Где территориальные советы ТОС? Где? Куда вы обратитесь? Как вы определите, где находится это то или иное юридическое лицо? А никак вы не обратитесь. Здесь ничего нет. Нет основного государственного регистрационного номера. Нет места размещения, местонахождения этой организации. Так же, как и, смотрите, и здесь тоже нет. УКДС ВЖР основной государственный регистрационный номер. Где? Местонахождение этой организации. Где? Сведения о лице, которое вправе действовать от УКДС ВЖР без доверенности. Где? Кому вы должны будете обращаться? От любой организации должно действовать какое-то лицо. Вы берёте документ и им пользуетесь. А я вам сейчас открою сведения о том, кто подписал этот документ. Это будет вообще цирк икони. Вот. Смотрите. Любопытная надпись, да? Смотрите. Надпись любопытная сейчас я сделаю. Очень любопытная надпись. Она о многом говорит. Акт по факту отказа от подписи. Опаньки. А почему отказ от подписи М.Д. Аня Стратенко, представитель ассоциации предприятий ЖКХ, председатель ассоциации предприятий ЖКХ? Но вопрос в другом. Вот здесь подписала Ставрова. Вот здесь подписал Игнатов. Ну, не подписала, рисуночек нарисовал. Здесь ТВ Лепихина. У меня несколько вопросов. А где вот эти имена в другой части договора, протокола? Где вот в этой части протокола вот эти имена? А если этих имен здесь нет? На основании чего они тогда здесь проставляют? Эти свои кривульки, писюльки? А у меня еще вопрос. Может быть, вы мне поясните? А какими документами подтверждается, что вот эта кривулина принадлежит Ставровой, вот эта кривулина принадлежит Игнатову, а вот эта кривулина принадлежит Лепихиной? Я не вижу. А у меня еще вопрос. Может быть, вы мне раскроете, пожалуйста? А у Ставровой-то ГГ имя, отчество какое? А у Игнатова, И, Б, стесняюсь спросить, имя, отчество какое? А у ТВ Лепихиной имя, отчество какое? А вот эта закорюченная кому принадлежит? Представитель. А кто наделил полномочия представителя администрации города? Кто наделил полномочия представителя администрации города в лице департамента ЖКХ? Кто наделил полномочия представителя ТОС указанного? А где документы, которые подтверждают, что они действительно? Ставрова является представителем ТОС, начальника отдела по развитию ТОС. Игнатов является представителем администрации в лице департамента ЖКХ, директора департамента ЖКХ. Это мы только с вами коснулись еще подписей, мы только коснулись тех лиц, которые это сделали. А мы с вами сейчас разбираемся, что откуда растет. Мы еще не разобрались, мы не разобрались в полномочиях вот этих лиц. У нас же требование, опять вернемся к статье 67, право скреплять документ. Кто наделил полномочиями право скреплять? Ну хорошо, администрацию, ну хорошо. А от администрации-то кто распорядился подписать, наделить вот этих лиц полномочиями, подписать документы, протокол? От имени администрации-то кто действовал? Ну мы наделили юридическое лицо. А где распоряжение руководителя юридического лица, у наделения того или иного лица обязанностью подписать этот документ? Где? А это все знаете о чем говорит? Это говорит о действиях. Действия направленных на что? Разрывают они связи между доказательствами. Разрывают. Вот для чего я вам показываю вот это все? Для того, чтобы вы понимали, что твари, которые сейчас пришли, они гадят. И при этом связи между документами нет. А мы с вами должны что сделать? Мы с вами что делать? Мы с вами, граждане, оцениваем взаимную связь доказательств в их совокупности. А ее нет, этой связи. Нет, уважаемые участники, связи. Ну и дальше, 67-я, опять же. Содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. Неотъемлемый реквизит, доказательств. Давайте по протоколу посмотрим. Вот он протокол. Неотъемлемый реквизит. Полное его наименование. Вот оно. Это неотъемлемый реквизит. Дата этого документа. А теперь давайте посмотрим на акт жилищной инспекции. На основании решения собственного принято. И где реквизиты этого документа? Какая связь между вот этим документом и тем документом? А ее нету. А раз ее нету, значит, кто там у нас? Фамилия, это имя, отчество развлекается таким образом? Госпожа Макаренко Татьяна Николаевна, да? Фуфло-то впаривает вам. Для того, чтобы вы не смогли разобраться с этим вопросом. Фуфло впаривает вам, уважаемые граждане, некогда великой страны, превращенной вот такими, как Макаренко Татьяна Николаевна, вот эти вот, вот эти трусливые, покастливые Ставрова, Игнатов, Лепихина. Единственный человек, Анистратенко почему-то отказался, но вероятнее всего оказался тем человеком, который не участвует в фальсификации документов. Отказался участвовать. Вот они все перед вами. Любите их и жалуйте. Только как вы будете их любить, не знаю я. Каждый по-своему любит. Можно так отлюбить, что мало не покажется. В следующий раз, чтобы по карманам-то не обеспечили возможность шариться. Вот мы с вами выявили группу лиц. Предположительно, они все участвуют в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Анастасия спрашивает, прокурорская проверка. А вы посмотрите, вы проверьте сейчас. Я вам показываю, как необходимо действовать руководствуясь статьей 67. Системной связи с жилищным кодексом, с гражданским кодексом. Вы проверьте. Все аналогично. Это п***ь. Она везде забилась. Во все поры. Вот Антон пишет. Отписки везде. Ничего не видим, ничего не слышим. Отписки. Потому что прекрасно знают, что это самоуправное присвоение денежных средств. Самоуправное присвоение денежных средств. Задают вопрос, как действовать. Вы полноправные участники гражданских правоотношений. Вы при отсутствии реквизитов, обязательных для каждого вида доказательств, вправе не исполнять сделку. 312-я статья Гражданского кодекса. Не исполнять. У нас большинство граждан страны в литургическом сне находятся. Не понимают, как надо действовать. А им никто не рассказывает. Им рассказывают всякую херь. Вот я слушаю, смотрю иногда. Я думаю, сколько информации глупой в иннете. И вот это все наслушаются и побежали. И побежали. Вы с элементарным разберитесь. Собственник. Где документы, подтверждающие наделение ваших контрагентов, лице ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, полномочиями. Возьмите с этим, разберитесь хотя бы. Один раз. Другим расскажите. Другим. Тем, кто сейчас не понимает, с чего следует начинать. Посмотрите, все просто. Вот он, Гражданский процессуальный кодекс. Немножко же надо всего лишь. Немножко надо знать. Су-31 открываем статью и видим. Что видим? Что должно быть в документе? Не обязательно форма и содержание искового заявления. Вот открываю вам 131 статью. К вам обращается какое-то лицо. Наименование лица, которое к вам обращается. Место жительства или мест, если организация. К вам обращается организация, ее адрес. А также наименование представителя и его адрес. А вам направляются угрожалки. Вам награды, вот различные хотелки там, платежные документы. В которых отсутствуют сведения у представителей этой организации. А в этом представителе что должно быть? Фамилия, имя и отчество, его адрес. Нету этого. Скрывают от вас. Нету. Я не в праве платить. Я, Богданов Виктор Владимирович, я не стесняюсь называть свое имя. У меня есть паспорт. Я, когда встречаюсь с тем или иным должностным лицом, я представляю. Я не передаю ему в руки этот паспорт. Я ему предоставляю. Вот мой документ, удостоверяющий мою личность. Представьте, пожалуйста, свой документ, удостоверяющий личность. Да их нету. Вот смотрите, 131. Прочитали. В чем заключается нарушение? Сплошь и рядом они даже не пишут. Требования они пишут. В чем заключается нарушение, либо угроза нарушения прав, свободы или законных интересов? Главный вопрос. И вам всем советую. Если вы в одном предложении смогли сформулировать, в чем заключается нарушение ваших, угроза, а я вам скажу, смотрите, относительно предъявления вам протокола, в чем заключается нарушение ваших прав и свобод, как собственников, в предъявлении вам в качестве доказательства документа, в котором отсутствуют сведения о собственниках, вот в чем заключается нарушение ваших прав. Возлагают на вас обязанности, действуя от имени собственников. А собственников-то нет. А на вас обязанности возлагают различные помыли. Так вот в чем заключается нарушение ваших прав и законных интересов. Мы с вами разобрали только часть. А ведь смотрите. Принятие решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2007 год. Смотрите, что они сделали. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с постановлением администрации города, принятым для муниципального жилищного фонда. Номер постановления. О какой администрации города идет речь? Номер постановления. Дата, на которой ссылается в данной части. Как вы можете исполнить решение. Причем, видите, не с постановлениями, а с постановлением с одним, с каким-то. А от вас эту информацию скрыли. В чем заключается нарушение ваших прав и законных интересов? В данном случае в сокрытии от вас информации о реквизитах постановления администрации города, которым установлен размер платы и за содержание и ремонт жилого помещения в вашем многоквартирном доме. Вы не можете исполнить решение общего собрания. Антон Николаевич не может его исполнить в связи с отсутствием здесь полной и достоверной информации. Но здесь еще хитрее. Ведь смотрите, устанавливается размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. А про коммунальные услуги где идет речь? А нету здесь. А с чего у нас с вами начался сегодняшний разговор, наша конференция? С того, что управляющая компания прибежала, отключила электроэнергию, заявляя о том, что у Антона Николаевича имеется задолженность по электричеству. Откуда она у тебя появилась, Антон Николаевич? Откуда у него появилась эта задолженность? Если управляющую компанию наделили только одним правом – в течение 2007 года осуществлять функции по управлению многоквартирным домом, здесь отсутствует указание на функции содержать и ремонтировать живые помещения, предоставлять коммунальные услуги. Откуда появилась обязанность нашего прекрасного Антона Николаевича? А я вам скажу откуда. А потому что местная организованная преступная группа решила обложить граждан данью. Дальше. А, давайте дальше откроем, потому что там тоже очень важные вещи. Их возражения – это просто шедевр мысли. Я сидел, читал и получал удовольствие. Что не документ, то шедевр мысли домашних животных. Я смотрю и получаю удовольствие. И это никто якобы не видит. Якобы не видит. Да? Вот смотрите. Мы же с вами рассматриваем документы, не только каждый документ отдельно. Мы рассматриваем их во взаимосвязи, как я и говорил вам, руководствуясь статьей 67. Смотрите. В нарушении. Что пишет наш прекрасный представитель управляющей организации? В нарушении установленных законом норм обязательства по оплате оказываемых УКДС услуг по содержанию общего домового имущества и предоставленных коммунальных услуг по указанному Булгаковым адресу выполняется несвоевременно и не в полном объеме. Так мы давайте сначала разберемся в ваших полномочиях. Давайте. Антон Николаевич обязан руководствоваться чем? Давайте откроем статью 46 Жилищного кодекса. Часть 5 ст. 46. Мы и руководствуемся. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в установленном настоящим кодексом порядке по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме. В том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании. Антон Николаевич у нас в голосовании не участвовал. Чем он обязан руководствоваться? Только решением общего собрания. Мы открываем решение общего собрания собственников. Мы руководствуемся сейчас тем решением, которое представила нам управляющая компания. Господин Матюшенко выступает представителем управляющей организации. Мы читаем, что принято решение о выборе управляющей организации только на 2007 год. Больше никаких решений нет. А Антон Николаевич обязан руководствоваться только решениями собрания. А иных решений нет. 2007 год прошел. Кому он обязан носить деньги? Первой попавшейся организации, представителем которой выступает юридическая с именем Матюшенко? Нет. У нас Антон Николаевич согласно предписаниям статьи 1 Гражданского кодекса обязан действовать добросовестно. Добросовестно он обратился к протоколу общего собрания. Статья 10 предписывает ему действовать разумно. Гражданского кодекса статья 10. Опять же, действуя разумно, он обратился к документам, которые представил в данном случае управляющая компания 10. Отсутствуют сведения о наделении управляющей компании на 2008, 2009 и далее по спишку на 2021 год. Отсутствует. Отсутствует о наделении ее правом оказывать услуги и выполнять работы по содержанию жилых помещений, предоставлять коммунальные услуги. Но отсутствует я жить. Ничего не придумаю, уважаемые участники площадки. Или вы думаете, я что-то придумаю? Мы вместе с вами смотрим на документы. Мы видим, что какой-то размер платы определен, но не определен. Кому вносить эту плату за содержание и ремонт жилого помещения? Собственники не определились? Кому обязан был вносить плату в 2007 году? Ну, в 2007 году мы брать не будем. Там, извините, там уже все, что было в 2007 году, это давно прошло, срок давности. А здесь? Где организации, которые выбрали? Где ОГРН? Где сведения о местенахождении этой организации? Где сведения лица, которые вправе действовать от имени этой организации? Фамилия, имя, отчество, адрес? Куда обратиться-то? Вот вам вопросы. Мы должны действовать разумно и добросовестно. Нам говорят, вы обязаны? Я обязан платить в первую очередь на основании протокола общего собрания. Я как могу исполнять ваши обязанности, если нет решения общего собрания? Обратите внимание, ссылается на нормы жилищного кодекса. И во всем возражениях во всех возражениях нет ни одного указания на договор управления. Да? А теперь давайте глянем на нашу прекрасную ЖСН, жилищная инспекция. Они же здесь говорят исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом. Вот про что они тут говорят. они здесь говорят про договор управления, а сама управляющая компания в своих возражениях про договор управления ничего не говорит, только про нормы жилищного кодекса. Они таким образом подтверждают факт того, что собственники условия договора на их общем собрании не установили. Перед вами мошенники чистой воды. Он говорит, что в соответствии со статьей 154 ЖК, а при чем тут статья 154 ЖК, если тебя не наделили полномочиями содержать жилые помещения, если тебя не наделили полномочиями содержать и осуществлять текущий ремонт общего имущества в указанном многоквартирном доме, если тебя не наделили полномочиями предоставлять коммунальные услуги, что ты пришел сюда, за какими деньгами, про какое ты соответствие закону ты тут говоришь. Далее, лицевой счет, вчера мы разговаривали с Антоном Николаевичем, он говорит, вот лицевой счет открыли. Я говорю, кто открыл, в каком году открыли? Он говорит, я не знаю, я не обращался к ним, минутку, то есть открыт счет на имя Булгакова Антона Николаевича, какой-то организации, организации на основании чего персональные данные-то присвоило. Смотрите, как они делают, эти мошенники, поганые, руководитель организации свои персональные данные от собственника скрывает. А почему он это делает? А потому, что он мошенник, чтобы его трудно было схватить за поганые ручонки. А кто обеспечивает прикрытие таких действий? Наши прекрасные должностные лица из органов государственной, муниципальной власти, они боятся действовать открыто, потому что может прилететь в любой момент, прикрывается лицевой счет. Если ты открыт, так закрой этот лицевой счет. Надо будет Антону Николаевичу обратиться, закрой лицевой счет, я не обращался к тебе за открытием лицевого счета. Ты для меня никто и звать тебя никак. Тебя выбрали на 2007 год. И то неизвестно, тебя ли выбрали. Пока что даже здесь установить невозможно, кого там выбрали. Далее что они пишут? Смотрим. УК ВЖР неоднократно увенебляло о наличии задолженности и необходимости ее оплаты, а также в случае ее неуплаты, об ограничении. Дальше смотрите все, что они тут. Предоставление коммунальных услуг. Смотрите, то есть о наличии задолженности оно уведомляет это общество, да? А теперь давайте к Жилищному кодексу обратимся, уважаемые участники. Вот сразу мошенников вычисляйте, вот на всполоборота мошенников вычисляйте. 162 статья Жилищного кодекса. Читаем вместе и сдаем себе вопрос. Вот она, предложение два. При выборе управляющей организации и общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. С каждым собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного общего собрания. Из чего следует, что если управляющую организацию выбрали, она обязана обратиться к каждому собственнику с предложением заключить договор на условиях, указанных в решении данного общего собрания. Теперь давайте посмотрим, что пишет нашей управляющей компанией. Значит, уведомление о наличии задолженности и необходимости оплаты. У них есть возможность такие документики направить. А вот предложение заключить договор на условиях, указанных в решении общего собрания, у них мозгов нету или желания нету или того и другого нету. А зачем собственникам пог***ная управляющая компания, которой нужны только деньги, но нет желания устанавливать правоотношения? А зачем Антону Николаевичу Булгакову иметь правоотношения с п***ю действующей бездоверенности от имени управляющей организации, которая скрывает от него свои персональные данные? Ведь, извините, уважаемые участники площадочки, давайте посмотрим Гражданский кодекс, статью 1. Я многим говорю, вы являетесь полновоправными участниками гражданских правоотношений. На что гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений? О каком равенстве идёт речь, если персональные данные Антона Николаевича в полном объёме находятся в какой-то поганой управляющей организации, которая самоуправно себя наделила полномочиями? А директоришка, поганки директоришка этой организации, свои персональные данные Антону Николаевичу не предоставляет? Это что? Это такое признание равенства участников отношений? А не кажется ли вам, что речь идёт о нарушении свободы договора, да? О произвольном вмешательстве управляющей организации в частные дела Антона Николаевича? О воспрепятствовании ему в осуществлении гражданских прав? А каких гражданских прав? Право получить от управляющей компании предложение установить правоотношения на условиях, указанных в решении общего собрания собственников? А? Любопытненько. Вот я смотрю, наблюдаю, и я получаю удовольствие. Так вот, граждане, физические, юридические лица, приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своём интересе. Слово «своей волей» означает, что собственники помещений должны были выразить свою волю. А воля каким образом выражается? Статья 160, давайте. Связи я вам показываю, уважаемые участники площадки. Связи. 160-я статья. Письменная форма сделки. Что такое сделка? К сделке относятся действия, решения, в своей воле. То есть собственники, выражая свою волю в письменной форме, она должна быть совершена путём составления документа, выражающего волю, волеизъявления этого гражданина и этого лица. И самое главное, подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, принимающими решения, либо должным образом, уполномоченными ими лицами. Где подписи собственников? Мы с вами смотрели. Часть 5 ст. 67 ГПК РФ. Волеизъявление каждого собственника должно подтверждаться его подписью путём написания, собственноручного написания фамилии или его представителя, но тоже фамилии. Здесь нет ни одной фамилии. Здесь нет сведения о собственниках. То есть правами собственников распорядилась вот эта троица ГГ Ставрова, И.Б. Игнатов, Т.В. Лепихина. А сейчас дальше прикрывает эту сделку госпожа Макаренко Татьяна Николаевна, государственный жилищный инспектор. Прикрывает эту сделку. Как его там, судья-то этого зовут, я сейчас фамилию-то забыл. Судья, 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 дай бог памяти. Мур-Луцкий, И.В. тоже скрывает своё имя. Прикрывает эту действие, эту сделку прокурорские. Поэтому, уважаемые участники площадки, если вы не понимаете, каким образом их выводить на чистую воду, так вот таким образом-то их и надо выводить. При помощи норм процессуального права только так. Ну что, уважаемые участники площадки, вопросы есть? Давайте сейчас включу я. Будете вопросы мне задавать. Давайте, включаю микрофон сейчас. Давайте, задавайте мне вопросы. Алло, слышно? Да, слышу, Антон Николаевич, слушаю. Смотри, я правильно понимаю, что отсутствует акт передачи протокола от общего собрания в управляющую компанию? Отличный вопрос. Отключай микрофон, сейчас расскажу. Хороший Антон подал вопрос. Смотрите, вот перед вами протокол. Скажите, пожалуйста, уважаемые участники площадки, где отметка о регистрации этого документа в управляющей организации? А её нету. Её нету почему? А потому что этот документ, он от собственников не передавался в управляющую компанию и не регистрировался надлежащим образом. Он был изготовлен там, в управляющей организации должностными лицами. Именно поэтому на протоколе отсутствует входящий номер и дата его поступления. Всё достаточно. Более того, отсутствует подпись того должностного лица управляющей организации, который принял этот документ от кого-то. А документ-то должен быть перенан кем? Вы когда передаёте, с вас требуют удостоверения личности. Они здесь не интересуются. Ну как же нам предоставили возможность воровать и грабить? А дальше давайте, смотрите, здесь Бурлун, как он, Матюшенко-то, Матюшенко-то тоже не указывает, а где находится подлинник этого документища. А ведь это требование закона указать место размещения этого документа, подлинника. А господин Матюшенко не знает? Да нет. Он специально делает, он показывает, он глумится над вами. Он считает, что вы чмошники все. Вы обязаны ему платить за его пог***ю работёнку. Попробовал бы вот так Матюшенко действовать в тех же Штатах. Попробовал бы он в Европе так действовать. Сразу бы лишился должности. Потому что там за принципами добросовестности и разумности очень внимательно глядят. Есть такое выражение «эстопель» применяется он, когда выявляют вот таких вот Матюшенко. Ещё вопросы? Там же в этом протоколе отсутствует сведения о удостоверении их личности, но ты об этом сказал. И акт отказа от подписи вот того первого лица не приложен к протоколу. Отсутствует приложение. Не только. Давайте ещё раз хороший вопрос. Хороший. Давайте этот вопрос разберём. О чём сейчас поставил вопрос Антон Николаевич? Он поставил простой вопрос. А где есть сведения о тех документах, которые являются неотъемлемой частью этого документа? Это очень важная часть. Давайте смотрим. Общее собрание проводится по инициативе собственника администрации города Сургута. Отлично. Где распоряжение администрации города Сургута об инициативе проведения общего собрания в указанном многоквартирном доме? Этот документ должен лишь находиться и отражён быть в протоколе общего собрания. Давайте смотрим. Вот он. Вторая часть. Нету. То есть приложения нет. Раз приложения нет, мы вправе с вами утверждать, что администрация города Сургута инициативу не проявляла. И распоряжение о инициативе проведения собрания не издавалось. Далее. В лице уполномоченного представителя. Мы же с вами читаем, правильно? Лепихиной. Отлично. Представитель Лепихина. И далее написано. Начальника отдела управления муниципальным жилищным. Чем подтверждается, что она является начальником управления. Где документ? Его нету. Далее. Действующие на основании доверенности. Доверенность есть, да? И этого документа тоже нету. Он не приложен к этому протоколу. Это говорит о чём? Что связи между той информацией, которая здесь изложена, и иными документами. А статья 67 возлагает на нас обязанность убедиться во взаимосвязи. Давайте откроем ещё раз часть третью и посмотрим. Я же вам показываю, каким образом поступать, каким образом действовать по нормам процессуального права. Давайте открываем 67 статью и смотрим. Наша с вами задача. Мы с вами, гражданин, оценивать относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности. А также достаточность и взаимную связь доказательств их совокупности. Но при этом часть пятая говорит, что мы с вами с учётом других доказательств убедиться в том, что такие документы и другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. Где сведения о документах? Где они? Где подтверждение, что инициатива исходит от администрации города Сургута? Где сведения о том, что Лепихина является уполномоченным представителем? Где можно ознакомиться с документом, которым перечислены полномочия Лепихиной ТВ? Где сведения о имени и отчестве Лепихиной? Где доказательства, что она является начальником отдела управления? Где доверенность муниципального, копия доверенности? Всё должно быть отражено, всё должно быть проверено. В этих полномочиях должны удостовериться лица, которые подписали этот протокол. Где? А их нету. Значит, лица, которые подписывали документ полномочия, не проверяли? Значит, факт того, что администрация города выступила на инициативе, не проверила? Факт наделения Лепихину ТВ полномочиями тоже не проверила? И это всё из одного документа. Вот правильно Антон Николаевич поставил вопрос. А где связь между какими-то документами? Далее. Приняли участие голосов? Да? Каких голосов? Голоса, что ли, принимали участие в заочном голосовании? Или собственники? Так собственники или голоса какие-то? У них там, извините, поблазнилось. И вдруг голоса у них там послышались. У нашей прекрасной комиссии. Там три человека подписалось. Лепихина в том числе. Им там чего-то поблазнилось. Голоса какие-то приняли. И они сказали, вот каждый оценил своё. И вот 75% голосов. Там же чётко написано, голосов от общей площади дома. У общей площади дома есть голоса какие-то. Да? Они посмотрели, пришли. Опаньке! Вот она площадь. От неё вдруг голоса послышались. Так они там не понимают значения своих действий. И не могут ими руководить. Попросту с головушкой у них, уважаемые участники площадки. Не всё в порядке. Их подпускать. Вот Лепихину. Её срочно освободить надо. От должности начальника отдела управления. У него с головой не всё в порядке. У меня вообще сложилось впечатление, что она дура. Ну, это моё мнение. Я могу и высказать. Ну, вот, извините, дура дура. А вот, значит, бумажки подписывают. Их специально сейчас набирают по принципу. Тупое ещё тупее. Их набирают дурак-дурака, видит издалека. И вот они сейчас в органы власти подались. И вот вам демонстрация. Вот этот документ. Как раз демонстрация уровня дури. Демонстрация уровня некомпетентности должностных лиц, органов государственной, муниципальной власти. Я думаю, что и прокуратура там тоже такой же дурак на дураке. И полиция дурак на дураке. И следственный комитет дурак на дураке. И жилищная инспекция. И все, кто сейчас там обитает, это дурак на дураке. Причём вороватый дурак. Вот так вот, уважаемые участники площадки. Ещё вопросы? Антон. У меня последний вопрос. Покажи, пожалуйста, акт об отключении коммунальной услуги. Сейчас открою. Да, тоже интересный вопрос. Хороший сказал вопрос. Сейчас подниму акт. Ещё ходят наглость вот имеют. Я знаете, я, Антон Николаевич, конечно, бывает эмоционально. Но вот когда смотришь вот на эту п***, которая скопилась, способностей нет, мозгов нет, ничего нет. Но бумажки они вот здесь сидят, подписывают, блин. Вот он акт. С вами разберёмся, потому что здесь взаимосвязь тоже очень хорошо сказал, напомнил мне. Вот смотрите. Обращаю внимание. Акт об отключении коммунальной услуги, отключение коммунальной услуги должнику-потребителю. Даже в этом названии ослизм полнейший. Я по-другому оценку дать им не могу. Это профессионалы. Пишут, акт отключения коммунальной услуги, минутку, коммунальные услуги либо оказываются, либо не оказываются. Отключить их невозможно. Отключить можно электричество, воду, то есть коммунальные ресурсы. А они коммунальные услуги отключают. Извините, у осла услуги отключаются. Вот они все перед вами. Главный представитель этого сообщества, ду**ов Ахметов РМ. Акт об отключении коммунальной услуги. Он хоть бы башкой своей подумал. Он даже этого не знает. Если вы думаете, что вот этот человек, который составил акт об отключении коммунальной услуги, он разбирается в том, что такое коммунальная услуга. А что такое коммунальный ресурс? Он даже здесь путает. Он путает не только себя. Он всем мозги затрахал. Его убирать оттуда надо. А он бумажки вот эти пишет. Давайте дальше смотрим. Должнику потребителю. Так не должнику, а далее. С чего ты взял потребителю? Вернее, потребителю, но возможно. А должнику-то с чего ты взял? Ну, документиков нет. Хорошо, давайте вот это смотрим. Комиссия в составе. Кто ее составил? Где распоряжение этой комиссии? Комиссия в составе. Должно быть распоряжение о создании комиссии. Это распоряжение точно так же является неотъемлемой частью этого акта. Далее, где подтверждается, на основании чего действовал директор ТГУ? На основании что, какой-то задолженности или чего? На основании чего он действует? Обратите внимание, весь акт, вот он, все содержание, я вам показываю, вот оно, все содержание. Найдите, пожалуйста, здесь указание на договор управления многоквартирным домом. Найдите, пожалуйста, уважаемые участники площадки, указание на решение общего собрания собственников. То есть, основания для действий того или иного лица. А здесь смотрите, кто действует? ГЭУ какой-то. Вот это-то что такое? Вот это, уважаемые участники, что такое? ООО ГЭУ-2. Какое отношение к дому многоквартирному, в котором проживает Антон Николаевич, имеет ГЭУ-2 общество? А никакого отношения. Так это тоже самоуправленно пришли действовать. Вот в отношении кого следует возбуждать уголовные дела. Они потому свои имена и отчество-то скрывают от вас. Потому что перед вами группа мошенников. Связи между ГЭУ-2 и многоквартирным домом нет. Связи между, как они говорят, должником-потребителем Антоном Николаевичем и ГЭУ-2 нет. Совет МКД. Какой совет МКД? Исправление недопустимо. Ведущий юрисконсульт. Чей ведущий юрисконсульт? Чей? Вед юрисконс. Вот он, Мантюшенко, здесь проявился. И здесь свою дурь демонстрирует. И вот они все. На основании чего вы пришли? Действуя на основании распоряжения. В распоряжении указано что-то разное. Связь нет. Приложения этого документа тоже нет. В связи с непогашением потребителем, должником, булгаковым. Смотрите. Даже сами не исполняют свое же собственное. Написано что? Ф.И.О. Собственника. Где имя, отчество собственника? Хорошо. А он там был. Антон Николаевич. Был там. Почему его не включили в эту комиссию? Задолженность в течение установленных предупреждений о визоляционном сроке. Комиссия, опять же, комиссия при наличии, есть наличие технической возможности, вводит ограничения путем установки пломбы. Пломбы, да? На электрическом оборудовании. На каком оборудовании? На какое оборудование поставлена пломба? А? Электрическое оборудование. У Матюшенко, может быть, какое-то в кармане есть электрическое оборудование. На него поставили? В каком многоквартирном доме находится электрическое оборудование? За пределами помещения, которым пользуется потребитель-должник. И связанное с предоставлением коммунальной услуги. О чём идёт речь, уважаемые участники? Так вот, перед нами дураки. И вот эти дураки, они во все пролезли порой. Потому что они в другом месте, по-колхозному. Их гнать оттуда надо. Гнать. Вот здесь сразу видно уровень юрисконсульта, ведущего. Куда он ведёт? О, в помойку ведёт. Так что, ребятки, перед вами Матюшенко. Матюшенко, любите и жалуйте его. А я бы вот на вашем месте, Сургутин, его близко не подпускал этого, похуй. Вот он колхозное своё представление купил где-то, корочки где-то в подземном переходе, по дешёвке. И бегает здесь, щёки надувает, ходит и улыбается. Смотрел я тут ролики. Ему задают вопрос, ты на основании ещё на чё пришёл? Предупреждение? Нет, так ты скажи, вот Антон Николаевич, у нас между органом управления многоквартирным домом установлены правоотношения и вами. Мы, может быть, не знали? Пожалуйста, давайте мы с вами установим правоотношения. Это если добросовестно действует Матюшенко. Давайте установим, вот, пожалуйста, протокол, вот, пожалуйста, договор управления, вот, пожалуйста, документы. Все документы, которые связаны с установлением правоотношений, мы же с вами полноправные участники и равноправные, полноправные и равноправные участники правоотношений. Нет же, нет. Вы знаете, есть, как они, шакалы, да, или как они ещё, шакалы, да, вот они бегают, пойду посмотрю, где бы чего украсть, пойду посмотрю, где бы кому нагадить. Да, господин Матюшенко, нагадить ты хотел? И господин Ахметов тот же здесь нагадить хотел. Не могут они установить правоотношения надлежащим образом. А вот тут как тут, вот какая связь. Нету связи этого акта ни с ГУ-2, ни с, значит, с решением общего собрания, ни с договором управления. Так что, госпожа какая, Марченко там, вас тут же, ваши же друзья издали. Ничего не тут. Макаренко, Татьяна Николаевна, ваши друзья вас же тут издают. Так что, плохой вы государственный жилищный инспектор. Погриньки. Вам нужно идти ещё учиться. А для этого вообще у вас следует для начала уволить государственный жилищный инспектор и отправить. Я бы посмотрел, как вы забегали, как только в жизнь-то в эту, в рыночную вас отправят. Мы можем хоть сколько рассуждать, если отсутствует сведения о имени и отчестве этого лица. Сведения о документе, реквизитах этого документа, которые, да, назначены тем-то, тем-то документом. Они не приложены. Значит, собственно говоря, никто и не проверял эти сведения. А раз их не проверял, значит, мы ставим под сомнение достоверность всех сведений, которые отражены в данном документе. Мы должны действовать так. Раз не отражены эти сведения, значит, эти сведения не проверялись. Значит, эти сведения нельзя признать достоверными. Они не подтверждаются иными доказательствами. Это наша с вами позиция судебная, когда мы отставим свои права судебных органов. Правоотношения, не обязательно там был заключён договор, между собственниками помещений в многоквартирном доме и любой из организаций устанавливаются путём проведения общего собрания собственников. До договора в вашем распоряжении должны быть в полном объёме сведения об управляющей организации. Свидения, копии документов, подписанные в вашем присутствии, руководителем управляющей организации, копию вам документа передаёт, удостоверяет печатью, своей подписью, в котором содержится решение общего собрания собственников, чтобы вы в дальнейшем могли с него спросить, с конкретного должностного лица. То, что вы сейчас говорите, вы бежите уже туда, вперёд паровоза, нет договора. Да нет решения собственников. Нет решения собственников. Причём тут договор? Договор это... Вы можете его составлять, можете не составлять. А вот решение собственников, ему вы обязаны подчиняться. Так вот, ваша позиция. Давай мне решение собственников. Я ознакомлюсь, потом мы с тобой заключим договор и уже будем исполнять. Потому что закон возлагает на вас обязанность подчиняться решению собственников. Не договор, как большинство вот там. Нет договора, нет разговора. Вот эту тупорылость. На всех площадках молотят. А договор-то у нас, извините, договор в письменной форме можно не заключать. Статья 161 Гражданского кодекса Российской Федерации. А вот решение общего собрания собственников не обойти. Договор можно не заключать, потому что договорились в устной форме. Ну, они так говорят. А вот протокол общего собрания и решение собственников обойти нельзя. Это основной документ. Вот на что следует обращать внимание. Вопрос, почему меньшинству должно подчиняться большинству в отношении общего имущества. Да, верно. Ну, без разницы. Значит, смотрите. Решение, часть пятая, видите, я открыл. Часть пятая статьи 46. Решение общего собрания собственников, принятое в установленном настоящем кодексом порядке, по вопросам, отнесенные к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещениями на конкретированном номере. В том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании. На что следует обратить внимание? Не на то, что меньшинство подчиняется большинству, а на то, что решение должно быть принято в установленном настоящем кодексом порядке. Первое. По вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, вот на что надо обращать внимание. То, что оно является обязательным, вот я вам показываю на примере на сегодняшнем. Вот протокол общего собрания, он является обязательным. Правильно? Ну, согласно закону, он должен быть обязательным. Правильно? Из закона, я же вам прочитал норму права. Вот это решение является обязательным. Вы согласны, что закон указывает, что это решение является обязательным? Согласны? Да не на то вы обращаете внимание. Вот вы, как вам запудрили-то мозги. Читать-то законную норму-то в полном объеме. Еще раз. Решение кого? Собственников. Правильно? Открываем протокол. Где вы здесь видите собственников? Вы видите в данном протоколе собственников? Здесь нет. Отлично. А вы должны подчиняться кому? Чему? Решению собственников. Еще раз. Решению собственников вы подчиняетесь. А здесь собственников нет. А раз собственников нет, вы не вправе ему подчиняться. Правильно или нет? Постарайтесь меня понять. Если в документе отсутствуют сведения о собственниках, то значит, собственники решения не принимали. И вы не обязаны подчиняться решению несобственников. Документ, он отражает полностью то, что происходило в той или иной... Здесь нет собственников. Раз сведения о собственниках нет, значит, собственники решения не принимали. А раз собственники решения не принимали, я не обязан подчиняться документу, в котором написано, что это протокол общего собрания собственников. Вот принесешь мне протокол общего собрания, в котором указаны собственники, чьи решения-то я должен исполнять? Вы сейчас говорите, почему должен... меньшинство должно подчиняться большинству? Да нет. Назовите собственников, которые участвовали в собрании в объеме. Фамилия, имя, отчество, адрес, полный адрес. Сведения о документе, удостоверяющем личность. Сведения о документе, подтверждающем право собственности на помещение в многоквартирном доме. Подпись в виде собственноручно написанной фамилии. Вы где-то видели такие документы? В протоколе должны быть указаны, как минимум, сведения, фамилия, имя, отчество, лица, которое голосовало, либо принимало участие в голосовании, либо в общем собрании. Сведения об его адресе, сведения о документе, удостоверяющем личность и о документе, подтверждающем право собственности. А также его собственноручно написанная фамилия, подтверждающая подписание воли и заявления. Есть такие у вас документы на руках? Нет. Все. Как вы будете подчиняться? Кому вы будете подчиняться? Как вы можете даже обжаловать? Вот смотрите, вот перед вами протокол, который сегодня по уроку. Здесь сведения о собственниках нет. Как вы можете обжаловать решение собственников, если сведений о них нет? Вы должны будете подавая иск, вы должны подавая иск, опять же смотрим, давайте открываем нашу прекрасную гражданский процессуальный кодекс, и вы должны указать сведения, давайте, 131 статья, открываем, прекрасная. Вы же, скажем так, должны оспаривать, вам будут говорить, а вы же должны оспорить, вы же не пошли оспорить. У меня было так, в прошлом году было, по-моему, судья мне тут задала вопрос, я говорю, хорошо, давайте мне фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства, я обжалую решение общее собрание собственников. И она что-то посмотрела, я говорю, ну вот перед вами документ, назовите мне, пожалуйста. И она сразу, а там нет ничего. И с того момента они перестали писать, смотрите, сведения об ответчике, а для гражданина, фамилия, имя, отчество, откуда вы его должны взять? Из протокола, правильно? Место жительства, откуда вы его должны взять? Из протокола, дата и место рождения, место работы, откуда вы его можете взять? Только из документа. Протокола у вас нет, как вы можете, а вам скажут, вы подадите исковое заявление, а у вас этих сведений нет. Вы обжаловать-то не можете решение общее собрание, потому что у вас сведений об этих реквизитах нет. Вам дали протокол, вы его обжаловать не можете. А раз сведений нет, всё, до свидания. Протокол ничтожный. И решение ничтожное. У нас начинают путать, все почему-то говорят, ой, там большинство, меньшинство. А кто вам доказал-то, что это большинство-то приняло решение? Никто не доказал. Ни одного документа нет, который подтверждает большинство. А почему я должна подчиняться большинству? Да нет там большинства. Там два-три у**а взяли и составили бумажку. И на вас навесили долги. Вот и всё. Надо научиться разбираться, а не эмоции излагать свои. Слушай, часть пятая, статья 67. Открываем часть пятую, статья 67. Научитесь пользоваться этой нормой. Возьмите её себе прямо. Я многим говорю, отпечатайте её крупно. И пусть она перед вами всегда лежит. При оценке протокола, вот мы смотрим, да? Гражданин обязан с учётом других доказательств. Где другие доказательства? Подтверждающие проценты есть? Угу. Нету, да? Нет. Ну, так вот вы понимаете, я же при вас это всё делаю. Берём документ. Должны быть документы, которые подтверждают проценты. Где? Есть? Нету. Ну, раз нету, значит, цифра не подтверждается. Правильно? Да. Ну, то есть, мы пробуем, опять же, гражданин оценивать относимость, допустимость, вот эту часть. Достаточность. Сведений, которые отражены в протоколе, недостаточно. Она отсутствует взаименная связь с другими доказательствами. Всё. Я вам сейчас показываю, как процессуально. Почему? Потому что процессуально научитесь вот этим простым вещам. Если вы научитесь самостоятельно, процессуально действовать, вы любые будете распутывать сложнейшие взаимосвязи между документами. Сложнейшие. Я вам поясню. Нормы процессуального права применяются по аналогии. Для разрешения всех ситуаций, которые свершаются. Если это для суда, а вы чем отличаетесь от суда? А прокуратура чем отличается? Если вы возьмёте и начнёте применять, значит, к тем ответам, которые направляет вам пог***ная прокуратура, нормы процессуального права, вы увидите, что перед вами дураки в погонах. Он правильно ВВ подсказывает. Процессуальный кодекс описывает процессы последовательности действий. Вот что мы сейчас делаем? Смотрите, я привожу пример. Нормы процессуального права. Распространённая статья 56. Тоже надо, рекомендую всем, крупно. Выучить наизусть эти нормы. Их тут немножко. Будете пользоваться, применять их. Часть первая статьи 56. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обосновании своих требований и возражений. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства. Вам отвечает прокуратура. Вам отвечает, вот мы смотрели, давайте посмотрим, отвечает вот эта так называемая ЖСН, жилищная инспекция. Она пишет соблюдение требований части 2.3 ст. 61. 161 ЖК. РФ, направляйте заявление, чем подтверждается соблюдение этих требований управляющей организации. Раз она указывает, что эти соблюдены, давайте документы, которые подтверждают соблюдение, в частности, что собственники приняли обстоятельства, каждое обстоятельство. Вот они говорят, лицензионными требованиями, определяемыми к лицензиату, является соблюдение требований части 2.3 ст. 161 ЖК РФ. Раз она проводит проверку, значит, у нее должны быть документы, которые подтверждают соблюдение требований. Направляете заявление, требуя ознакомить меня с материалами проверки, в частности, обеспечить возможность ознакомиться с решением общего собрания собственников по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом. Это часть 2 ст. 162. Вот мы как раз такой документ и направим. И приходите конкретно, вы знаете, что вам нужно. Мне нужно решение общего собрания собственников по вопросу выбора способа управления. Где? Госпожа Макаренко или как ее там зовут? Не имеет значения. Ну да, Макаренко. Татьяна Николаевна. Вот вы здесь посмотрели, проверили. Давайте мне документ, я ознакомлюсь. И начинайте ей задавать вопросы, а вы вот здесь написали про это, а фактически документа нет, на основании чего вы сделали вывод свой. Смотрите, мы просто берем, что? Мы берем нормы процессуального права, больше ничего не надо нам. Про это вам никто не говорит. А нормы процессуального права, это последовательно. Раз она утверждает, то есть она говорит, она должна ссылаться на основание своих объяснений вот в этом документе. Пусть она и доказывает. Давайте я посмотрю, я может быть соглашусь с вами. Причем, смотрите, каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства. Не просто, это вот недавно ввели, в 2018 году, на которое нас ссылаются доказательства. В данном случае, а где? Нету? А ты зачем тогда в акте это пишешь? Ты для чего это пишешь? Вот и схватила и за руку. Далее про договор она пишет. Точно так же проверяем. Смотрите, я вам нормы процессуального права применяю. Далее. На основании решения общее собрание сообществ. Принято на общем собрании. Правильно? Отлично. А где это решение? Да. А почему здесь нет реквизитов этого решения? А достаньте мне это решение. А вот это мне поясните, пожалуйста. А почему здесь полномочия проистекает только, значит, полномочия, она только на 2007 год, а вы сейчас его рассматриваете? А? Вот вопросы-то надо какие вам задавать. А не бегать там. Почему большинство принимает, меньшинство подчиняется. Ресурсоснабжающий. Сегодня одна ресурсоснабжающая. Завтра вторая. Потом появится третья. У вас на руках должен быть документ, который определяет ваши действия дальнейшие. Вы обязаны, смотрите, часть пятая статьи 46. Вы обязаны подчиняться решению общее собрание. Правильно? Угу. Давайте мне решение, я подчинюсь. Угу. Ваша правовая позиция, давайте мне решение. Нет решения? Ну, тогда включается 312-я статья. Когда будет, тогда я заплачу 312 пункт 2. Кредитор должен быть. Да, 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 да. Надлежащий кредитор. Совершенно верно. Видите, как вы быстро все схватываете. Они сегодня один, завтра другой. Еще раз. Это чьи действия? Администрации. Так вот ты иди туда, в администрацию. Чего ты ко мне-то пришел? Ты же с администрацией все решаешь. А администрация-то мне сообщила. А ты-то, извини, дорогой товарищ, а почему ты мне не предложил заключить договор с тобой? А? Вопрос простой. Угу. За денежками ты моими пришел. А почему ты не предложил, руководствуясь предложением 2 части 1, статьи 162? А я тебе скажу, почему не предложил. Потому что ты вор и мошенник. И с тобой дел нельзя, дела с тобой не иметь нельзя. С тобой могут дела иметь только такие, такая, которая сегодня скопилась в администрации. Вот и все. Вы полноправный участник гражданских отношений. Вы обязаны действовать разумно и добросовестно. Что предусмотрено пунктами 3, 4, статьи 1 и пунктом 5, статьи 10 Гражданского кодекса. Действовать разумно и добросовестно. А также соблюдая свои законные интересы. А ваш законный интерес в соблюдении норм законодательства, норм материального права всеми участниками гражданского оборота. Руководствуясь этим, вы обращаетесь к той организации, которая направляет вам свои хотелки. Но вы обращаетесь не к какому-то юрисконсульту, юраське, не к какому-то, а непосредственную к руководителю. И скажите, я имею дело только с тем лицом, которое вправе действовать без доверенности. Все остальные для меня никто и звать их никак. Так, готовы со мной вступать в правоотношения? Я приду и буду с вами разговаривать. Нет, до свидания, до предоставления всех документов, удостоверенных нотариально. Никаких денег вы не получите. Если они вам не направляют предложение заключить договор, а прибегают спрашивать денежные средства, ну пусть бегают. Вы выберите правильный способ. А правильный способ указан в законе. Предложение 2, части 1, статьи 162. Это правильный способ. Предложить установить правоотношения на условиях, указанных в решении общего собрания. Все. Направите мне документ, я подпишу и буду вам деньги платить. Не направите, ну а я-то что могу сделать? Незаконно отключили коммунальные услуги. Вы должны указывать, что, значит, управляющая организация действует самоуправно. Управляющая организация, должностные лица, управляющие ресурсоснабжающие организации, действуя самоуправно, отключили у вас коммунальные ресурсы. Прошу провести проверку там и привлечь к ответственности в случае выявления. Когда вы пишете о самоуправстве, да кречет идёт действительно о самоуправстве, и тогда у вас появляется возможность получать, вы говорите, так, значит, в отношении многоквартирного дома должен быть протокол общего собрания собственников. Истребуйте, пожалуйста, который подтверждает их полномочия, управляющий компанией ресурсоснабжающей организации. Они должны затребовать. Скажите, вы же свои права защищаете. Я полноправный участник, их здесь нет. Мне этот протокол не предоставили. В отношении Антона Николаевича прибежала вот эта Матюшенко, там вот эта свора недоучек, значит, пришли. Вообще, по идее, это делается как? Приходят. Если есть документы, пожалуйста, Антон Николаевич, давайте установим правоотношения. Они знают прекрасно, что никто с ними правоотношения устанавливать не будет, потому что это воры, это мошенники. Потому они скрывают все документы. А документы говорят о совершении преступления должностными лицами ресурсоснабжающей организации и управляющей организацией. А 354-е – это постановление правительства? Да, 354-е. Хорошо, отлично. А жилищный кодекс – это закон? Они ссылаются на 354-ю? Ну, пусть и ссылайтесь себе на 354-ю. А я ссылаюсь на закон, на предложение 2, часть 1, статьи 162. Вы мне не предложили установить правоотношения. А раз вы не предложили, вы для меня чмолики. И звать вас никак, и я вам ничего платить не буду. Пошли нахрен отсюда. Независимо от того, кто вас будет защищать. Направите предложение. Я ознакомлюсь, встречусь с вашим руководителем. Мы вместе, он при мне подпишет этот договор. Я его точно так же подпишу все документы и буду платить. Нет, пошли нахрен. Я вам платить не буду. Будете без денег. А вы судьей-то почему жестко не разговариваете? Потому что вот сегодня уже прозвучало, а давайте мы не будем вот эти вещи, которые здесь в Гражданском процессуальном кодексе касаться, изучать. А я вам сразу скажу, если вы знаете нормы процессуального права, вы любого судью загоните на территорию закона. Если вы не знаете, значит, соответственно, вы выглядите, извините, первоклассником. А нормы процессуального права, они достаточно четко определяют, что равноправие всех участников судебных разбирательств. Равноправие. Судья не выше вас. Судья обязан подчиняться закону. И наша с вами задача как раз заставить его подчиняться закону. А там сейчас, извините, я вот смотрю, сколько мне присылают актов. Дурак на дураке. Точно так же это вся вот швали погонь. Они купили дипломы об образовании где-то в подешевке, в подземном переходе, у бомжа какого-то. И вот ходят сейчас, умничают. Им очень страшно потерять эту должность. Почему? Потому что если как только их оттуда выгонят, они в этой жизни никто и звать их никак. Они не смогут содержать свою семью. Поэтому учимся и идем отстаивать. Жестко. Ясно и понятно. Вот бегать по полиции, по прокуратуре. А что с этими дураками-то разговаривать? Для чего? Вот вам пришла угрожалка. Пишите. Есть адрес. Можете написать. Какая-то свинья мне тут прислала вот эту. Погонь. Случайно не ваши кто-то? Если ваши, предупреждаю, действовать следует в соответствии со статьей 19 гражданского кодекса. Указывать фамилию, имя, отчество, адрес того лица, который присылает мне этот документ. Основания для обращения. В угрожалке-то ведь нет оснований для обращения. Ну, типа, что нет оплаты за электроэнергию. Я спрашиваю, основания. Вы сейчас говорите. Нет. Основания, действия любые, основания, решение общего собрания собственников и договор, значит, ресурсоснабжения или ресурс... Нет. Ну, если в этом документе нет ничего, ну, выбрасывайте на помойку, а лучше всего складывайте где-то отдельно. Они же к вам пришли, они что-то там направили. Да плевать на эти, чего вы так смотрите на эти. Ну, и пусть высылайте. Напишите ему письмо. Слушай, ты что-то мне одну бумажку посылал. Пришли 3, 10. Я очень люблю. Мне бумага нужна для растопки печки. Присылай больше. Дурак должен работать на бумажном промышлении с Российской Федерацией. Закон позволяет самозащита права. А что у вас? Бумажка пришла непонятно от кого, от неустановленного лица. Вы вправе на неё не реагировать. Вы вправе, говорят, вы же 59-й федеральный закон читали, тоже применяете по налоге. Там написано, неустановленного лица, на него не отвечают. И вообще, чего его отвечать? Непонятно, кто обратился. И к вам тоже непонятно, кто обратился. Чего бегать? А вы говорите про них. А нужно говорить про себя. Больше. Ну, прислали вам эту бумажку. И что? Скажите, уважаемый суд, к вам пришла какая-то бумажка, в котором чего-то понаписано. Сведения о лице, который вправе действовать без доверенности от этого юридического лица, бумажки отсутствуют. Решение направить мне эту бумажку, подпись-то тоже отсутствует, так ли? 160-я статья. Ну, действия юридического лица, даже бы чем подтверждаться, в письменной форме. И сопровождаться подписанием этого документа. Подписи тоже нет. А я почему должна на нее реагировать? Пусть подпишет, пусть напишет телефон, по которому с ним связаться. Я ни от кого не бегаю, да я и не убегу, потому что являюсь собственником. А они-то почему бегают, прячутся? Учитесь это делать грамотно. Я сразу скажу, что ребята, которые применяют, уже говорят, я через два месяца, мне, говорит, даже почувствовал, по-другому ко мне отношение стало в судах. И вы тоже почувствуете это. Применяйте, применяйте. Я вас всех уважаю. Желаю вам успехов, здоровья. И самое главное, уважаемые участники площадки, позитивного отношения к тому, что мы с вами делаем. Еще раз. Миром владеет тот, кто владеет информацией. Я вам показываю, каким образом сокращать возможность получения информации. Использовать информацию в свою пользу, в своих интересах. Всем пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok